Привет! Меня зовут Александр Попков. Сегодня буду работать с вьющимся волос. У моей модели есть волна и есть пушистость. Я буду использовать технику градация, так как она больше всего подходит вьющимся волосу, но конечно же в первую очередь я провел в соответствии формы. Я прощупал форму головы, я посмотрел на форму лица, на черты лица моей модели. Я хочу создавать круглую форму, то что будет подходить моей модели. Волосы будут ложиться от лица, здесь будет создаваться градуировка. За счет того, что они вьющиеся, они будут подниматься, весь объем будет перемещаться выше, во внутреннюю форму. И после этого мы доработаем волосы, так как вьющийся волос, он любит больше разделений. Он всегда красиво смотрится, когда есть разделение, а не когда он лежит монолитно и без разделения. Итак, работать я буду начинать от лица. Для того, чтобы волос направить к затылку, я буду работать от лица. Здесь работает правило, короткий волос подталкивает длинный волос. Первое, что я сделаю, я сделаю пробор, на который будет носиться форма, и после этого мы начнем работать. Стричь я буду начинать с височно-боковой зоны. Сначала я сделаю вертикальное разделение, которое подходит прямо в центр объема уха. Буду использовать горизонтально-диагональные проборы и перемещаться таким образом на затылок, создавая градуировку, потихонечку поднимая угол оттяжки, чтобы объем перемещался немного выше. Итак, сначала вертикальное разделение, которое полностью опускается в центр уха. И после этого я делаю горизонтально-диагональное разделение. Первая оттяжка низкая. Мои пальцы практически лежат по коже, для того, чтобы сделать более плотный контур. Такой же диагональный угол среза, как и разделение. Дальше я передвинусь на затылок. Делаю разделение, которое повторяет линию зароста за ухом. И продолжаю линию, которая у нас в височно-боковой зоне, дальше на затылок. Дальше я передвинусь на затылок. Следующая оттяжка будет уже выше. Я буду поднимать выше. Следующая будет еще выше, как раз в 45 градусов. И этот угол я буду также продолжать на затылочную зону. Первая стяжется по коже, вторая немного выше и третья уже будет под 45 градусов. И вся зона затылочная и височно-боковая будет простригаться под этим углом оттяжки. Продолжение следует... Продолжение следует... Что очень важно на затылке, когда вы простыгаете, с каждым последующим шагом и перемещением пальцев вы должны закруглять форму. То есть положение пальцев за ухом одно, затем идет закругление, ваши пальцы разворачиваются, второе и третье. Заметьте, как оно поменялось. Это очень важно, не удлиняйте форму, потому что тогда объем весь будет внизу, форма удлинится и вы не получите этого эффекта. Итак, в таком порядке я продолжаю стричь дальше. Теперь я буду оттягивать под 45 градусов и этот угол среза будет перемещаться у меня и на затылке и на височно-боковой зоне. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Заметьте, когда я простригаю затылочную зону, я стараюсь при простригании пряди не заходить за изгиб головы. Эта зона будет стричься, когда мы будем стричь в противоположную сторону. До изгиба головы вы простригаете одну зону, затем вторая зона будет простригаться, проходя свой изгиб головы, и мы будем встречаться в центре, для того, чтобы получить баланс формы. Итак, следующее разделение параллельное, диагонали, которые лежат назад. Выдерживаю оттяжку 45 градусов. И перемещаюсь от фронтальной зоны к затылочной. Двигаюсь по кругу. Не стою на месте, очень важно. Тогда у вас получится закруглить форму. Доходим до изгиба головы. И на этом я останавливаюсь. Субтитры делал DimaTorzok Я закончил работать с этой стороной то же самое. Я буду делать с противоположной стороны. Также первая оттяжка будет в 0 градусов, вторая чуть выше, и с третьей мы начнем оттягивать 45. И то же самое будем продлевать на затылочную зону. Я простриг вторую сторону. Сейчас на макушке у нас остался такой каплевидный треугольник. Теперь я буду чередовать. Теперь я буду чередовать. Вернусь к первой стороне, простригу в свою проекцию. И со второй стороны, пока не закончатся все волосы здесь, чтобы распределить их правильно по балансу. И встретиться в центре. И так, я вернусь к первой стороне. Сделаю такое же диагональное разделение. И начинаю волосы макушки вписывать в общую длину. Точно так же, по своей контрольной, разворачиваясь по кругу. Разворачиваясь по кругу. И останавливаясь в центре. Очень важно не заходить за центр. Для того, чтобы в конце получился у вас точный баланс. То же самое делаю и с противоположной стороны. Выделяю такое же диагональное разделение. И простригаю по контрольной. И встречаюсь в центре. Субтитры сделал DimaTorzok Я закончил простригать. Сейчас я буду делать перекрестную проверку. Проверю всю форму. После этого я сделаю контур. Проработаю волосы в технике брикадин. Точечный срез. Для того, чтобы выделить больше текстуры. Для того, чтобы завиток сформировался более правильным. И после этого мы приступим к сушке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok вверх. То же самое я делал на затылочной зоне. Что здесь очень важно? Первая оттяжка идет в ноль, для того, чтобы получить более плотный контур. Следующая оттяжка чуть выше и третья оттяжка уже под 45 градусов. И дальше мы продолжаем подниматься по костному строению под 45 градусов. За счет того, что мы выстраивали круглую форму, у нас есть удлинение назад. Важно! Ваше положение тела постоянно по кругу двигаетесь во время пристригания формы. Положение пальцев соответствует вашему пробор. И равномерно расслаиваете волосы, перемещая объем туда, куда вы задумали. Ну вот, наша стрижка готова.